Я расстрою все тайны. Злые духи, которые якобы подчиняют людей и делают их жалкими. Реально ли они существуют? Или это всего лишь разные виды расстройств в человеческой психике? Что вы думаете, коллеги? Существование духов, способных селиться в человека, еще никто научно не доказал, но и не опроверг. Здесь требуется серьезный анализ, чем я, собственно, и займусь. Ну что ж, надеюсь, мы скоро выясним, действительно ли одержимость – это происки темных сил из преисподней, или всему виной человеческие слабости и медицинские диагнозы. Это баба Валя – абсолютно нормальный человек в повседневной жизни. В церкви она начинает вести себя неадекватно, особенно во время службы. А эту женщину начинает мучить жестокий кашель, как только она приближается к иконам и слышит слова молитвы. Таких, как эта женщина, называют одержимыми. Самые обычные, на первый взгляд, люди. Они теряют контроль над собой, как только переступают порог церкви. Ежегодно по всей стране такой обряд проходит десятки тысяч человек. Ритуал называется «Чин изгнания злых духов». По-народному – отчитка, по-научному – экзорцизм. В России только 25 экзорцистов. Один из них – настоятель Михаила Архангельского храма в поселке Рочинский, недалеко от города Стирли-Тамак. Это республика Башкортостан. Мне рассказывали, что отец Семен отличается изрядным либерализмом. Мало того, что сам обряд он не считает чем-то мистическим, по его мнению, изгнание бесов – это как помыть руки, то есть гигиеническая процедура. Народу в церкви всегда полно. К отцу Семену едут со всей России. Многих батюшка встречает как родных. Здравствуй, здравствуй. Как дела? Здравствуйте. Хорошо? Ладно, я рад. Прихожане разделяют точку зрения настоятеля. Здесь нет психически нездоровых людей. Здесь есть одержимые нечистой силы. Шизофрииков нет. Это люди, в которых в себе являются бесы. Исконять их нужно молитвами. Бес – это совершенно конкретное какое-то существо, вы хотите сказать, которое… И многие его видят. Как он выглядит? Выглядит я сам не видел, я ощущал где-то недалеко. Эта женщина падает в оморок прямо во время чина изгнания беса. Иисус Христа, честным его телом троим, пришествуй, вы страшны. Скорее всего, садись, садись, садись. Священник предполагает, именно в этот момент злой дух покинул ее тело. Бес-то сидит в каждом человеке. Прямо скажем так. Не все в Русской Православной Церкви признают экзорцизм. Многие считают, среди тысяч людей, еженедельно собирающихся в храме на отчитку, настоящих одержимых бесами – единицы. Довольно часто приходится сталкиваться с людьми, которые психически нездоровые. Одержимость в строгом смысле слова – это когда бес, демон, владеет человеком. Таких вот одержимых, конечно же, очень мало. Священнослужители признают, в тех редких случаях, когда дьявол действительно вселяется в человека, последствия борьбы с ним могут быть непредсказуемы. Есть особая группа людей, готовых ответить на вопрос – что же такое одержимость? Они утверждают, что знают все о мире духов. Это маги и колдуны. Их мнение с духами можно мирно договориться и просто попросить уйти. Чтобы узнать, где сказка, а где быль, мы напросились на сеанс спиритизма. Ольга Франбер – частый клиент эзотерических салонов. Ее жизнь складывалась непросто. Сейчас у нее нет ни мужа, ни друзей, ни работы. Порой она не понимает, для чего вообще живет. Я довольно сложно родилась. Моя мама чуть не умерла, пока меня рожала. Это происходило там трое суток. Врачи сказали, что я буду больным, родом, ребенком и так далее. Сегодня Ольга на приеме у черного мага Влада Кадони. Еще совсем недавно его чуть не выгнали из популярного реалити-шоу. Верни меня обратно. А сейчас он сам изгоняет демонов. Сам ритуал экзорцизма – это весьма сильный энергетический посыл. Причем достаточно сильно разрушительный. И психика человека, которая нарушена, она может просто не выдержать и вплоть до летального исхода. Девушку это не смущает. Я готова к сеансу экзорцизма согласно с любым его финалом вплоть до летального исхода. Ольга объясняет, у нее серьезные проблемы с психикой. В нее вселились сущности. Не то, что голоса были. У меня там сидел Иисус Христос, меня за руку держал на постели, со мной разговаривала. У меня там все, любое божество, любые ангелы. У меня совершенно отъехала голова. Я уже опять стала приходить к маме и говорить, мамочка, ну пожалуйста, ну сделай что-нибудь. Я сумасшедшая, я хочу лежать в психиатрической больнице. Колдун уверяет, ни мама, ни больница тут не помогут. Он знает, как обуздать нечисть. И для этого уже все готово. Самое главное это настойка. Настойка, которая снимает непосредственно защиту энергетического фона. Сеансы изгнания духов стоят очень дорого. Влад требует 60 тысяч за одно посещение. Кадо не убеждает клиента. Оно того стоит. Все атрибуты у него эксклюзивные. Например, наручники из английской стали. Во время подобного рода ритуалов случаются такие вещи, когда люди начинают выцарапывать себе глаза, либо бросаться на экзорциста. Влад показывает подсвечник, из которого торчат лапки паука-птицееда. А потом берется за холодное оружие. Вот это одна из самых главных вещей. Она при любом сядеце экзорцизма, она должна присутствовать у экзорциста. Он должен ее держать в руках. И она всегда должна быть рядом. Влад сразу оговаривается. Он не собирается никого убивать. Любая сущность подвержена жажде человеческой крови. Поэтому экзорцист надрезает себе ладонь и льет кровь на какой-либо предмет. Иногда это помогает выманить сущность. А вот и главный инструмент сегодняшнего обряда – зеркало. Зеркало вообще, в принципе, это некий магнит. Во время ритуала та сущность, которая находится в человеке, переносится в зеркало. И зеркало запечатывается. И после его смерти оно должно быть похоронено вместе с этим человеком. Наконец, колдун начинает сеанс. Какие бы ощущения были вы физически, моральные? Не имеет значения. Ну, я постараюсь. Ты слышишь его? Да. Это он или она? Это он. Что он тебе говорит? Он говорит, что не отпустит меня. Кадони не спешит сдаваться. Он переходит к своему главному козырю. Ты видишь его? Нет, я его не вижу, я чувствую присутствие. Смотри на огонь. Что он говорит тебе? Он смеется. Смех смехом. А старания черного мага, похоже, не проходят даром. Ты слышишь голос еще? Голос нет, чувствую боль. Вот она, кульминация. Камера с минуты на минуту зафиксирует, как нечисть покинет тело девушки. Но в самый важный момент. Кадони прикрывает дверь. Нашему оператору ничего не остается, как наблюдать за происходящим в дверной проем. Смех. Съемочную группу пустили только, когда все уже закончилось. То, что происходило на самом деле в комнате, я не очень понимала. Ну, то, что я находилась, видимо, в другом пространстве. С тем демоном, который меня молчил, посмотрел на него. Вот. У него просто прорези красный класс. И он очень, в общем, веселился и делал мне очень больно. Девушка призналась. Сеансом она довольна. Влад со своей стороны пытался меня от него отцепить. Но, в общем, в итоге я устала. Мне стало легче. Но у меня, знаете, как такая приятная усталость в каждой клеточке тела. Однако, однозначно сказать, избавилась ли она от нечисти, Ольга так и не смогла. Ну, мне сейчас сложно говорить что-либо, потому что у меня состояние такого, знаете, оглушительного шока. Известный борец с оккультизмом. Священник Олег Стеняев. Сочувствует людям, которые обращаются к экстрасенсам. Реально болезнь не лечится. Она загоняется вовнутрь. И проблема заключается в том, что человек перестает лечиться. Он же верит этому магу. Отец Олег убежден. Маги и колдуны – это слуги дьявола. Поэтому он искренне не понимает, как можно просить таких людей о помощи. Сатана не изгоняется тому. Это очевидно совершенно. Должна быть какая-то противоположность. Если огонь мы будем тушить с помощью огня, это будет какая-то дикость. Я раскрою все тайны. Впервые я так внимательно изучаю главы этой страшной книги. Молот ведьм. Трактат по демонологии. Инструкция средневековой инквизиции. Как распознать ведьм и демонов? Все указания здесь. Не только колдунов и знахарок сжигали на кострах или отправляли на плаху. Малейшее подозрение, что волей человека руководят демоны, и приговор – смерть. Сейчас это кажется дикостью. Но есть люди, которые считают, что у инквизиторов были веские причины выносить оккультистам такой суровый приговор. Сказали, что я предал богиню Мару. Мы в Австралии ее увидели, а она нам сказала, что тебя надо уничтожить. Никита Пушенко рассказывает – он выжил чудом. Его, истекающего кровью, в Битцевском лесу нашли случайные прохожие. Как потом Никите рассказали оперативники, находясь в бессознательном состоянии, он повторял только одно слово – фамилию человека, который пытался его убить. На момент обнаружения он находился в полудесознательном состоянии, с многочисленными, свыше десяти ножевыми ранениями. Никита Пушенко часто выпивал и не имел постоянной работы. В какой-то момент увлекся язычеством. Однажды друзья позвали его в Битцевский парк провести языческий ритуал в честь богини Мары. О том, что он и есть та самая жертва ритуала, Никита даже не догадывался. Он сказал – выпьем, у него какой-то языческий праздник отметим, я ничего не подозреваю, поехал с ним. Подходящее место для проведения ритуала искали долго. Неожиданно удар под правую лопатку ножом, поднялся, кровь черная, шоковое состояние, начал убиваться. Когда Пушенко понял, что сопротивляться бесполезно, он решил притвориться мертвым. Бывшие друзья скинули жертву во враг. Выждав некоторое время, Никита, истекая кровью, попытался самостоятельно выбраться. Отошел шатающейся походкой, вот так вот, например, вот так вот, да, например, да. Просто упал и сказал – вызовите скорую. Приехавшим следователем Никита сразу назвал фамилию нападавшего – Литинский. Как выяснилось позже, заказал убийство другой человек – 16-летний Роман Саат. Саат, будучи знакомым с Литинским на почве совместного увлечения религиозной тематикой, придал ему уверенность в необходимости совершения убийства потерпевшей. На допросе Роман рассказал – ему было видение языческой богини Мары. Она приказала принести ей в жертву близкого человека. Роман выбрал своего друга Никиту, но сам убивать не стал. Поручил эту миссию еще одному своему приятелю – Кириллу Литинскому. Сказав, что если воля богини Мары не будет исполнена, то семье Литинского не поздоровится. Роман руководил каждым шагом убийцы. Вот аудиозапись их телефонного разговора, состоявшегося сразу после нападения на Никиту. Он вздох по-любому. Он точно шевелится. Отрежь голову. Чего? Голову, говорю, отрежь. Голову перерезал только что. Я говорю, голову отрежь полностью. И зарой на активном капище. Экспертиза показала – человек, говоривший по телефону, серьезно болен. Было установлено, что у Саада имеется заболевание психики. У него имеются такие эмоциональные расстройства, при которых он способен заражать окружающих своим болезненным состоянием психики. Кириллу Литинскому дали 7 лет в колонии строгого режима. Роман Саад проходит принудительное лечение в психиатрической больнице. А вот чудом выживший Никита крестился и теперь верит только в одного бога. Почему заключают договор с дьяволом? За сатанизм не судят. И кто встает под знамя сатаны? Рыбецатор. Как изгоняют бесов экзорцисты-шарлатаны? Это пародия. Никого экзорцизма здесь, конечно, нет. И что убивает одержимых? Руки чистые и жили. Я раскрою все тайны. Это Александр Казаков. Лидер тайной организации, носившей название Орден Дьявола. Сейчас его допрашивают оперативники. Молодой человек с бегающими глазами делает вид, что совершенно не понимает, чего от него хотят. Студент медицинского факультета. Занимаюсь ролевыми играми. А что представляют из себя ролевые игры? Ролевые игры. Это, значит, игры, которые играют, делятся по ролям. Вот. В основном тема фэнтези. Оперативники дают подсказку. Что такое сатанизм? В курсе, нет? Ну, это опасное какое-то объединение. Казаков тут же оговаривается. Я не верю в то, что можно на этой почве верить во что-то серьезное. А это комната Казакова. Рядом с плюшевыми игрушками дьявольские знаки, амулеты, черепа, наручники, ритуальные ножи, сатанинская библия и кровавые надписи. На фарзации этой книги женской рукой написано. Какая разница, как умирать. И подпись в кровью. Или это записка? Я, Нина, добровольно и навечно отдаю свою душу дьяволу. Сделка опять же скрепляется кровью. Мать Александра Казакова клянется. Ее сын не совершил ничего дурного. Кого он обидел? Он никого не обидел. Они не занимались вандализмом. Они не занимались кошкодавством. Ребята изучали то, что хотели, интересовались тем, что хотели. За сатанизм не судят. Следствие установило. В организацию Орден дьявола входило более 70 человек. Среди них были школьники и студенты. Этого молодого человека в секте сатанистов называли инквизитором. Это означает боевая сила. Кто-то из, скажем так, из людского мира на наш, на темный мир. Он наезжает, вот, мне нужно было прийти, там, я не знаю, в морду набить, что ли. Сергей рассказывает, несмотря на свой нынешний статус, членом организации он стал на общих основаниях. Расписку о продаже души дьявола чем подписана? Подписана она была, если можно так сказать, кровью. Ну, можно сказать так или нельзя так сказать? Так есть. Рядом стоит мать-подростка. Вот вы педагог, вот вы слушаете вот это? Да, конечно. Ну и как вы воспринимаете? Как это сочетается с вашим мучением? Да, что ваш сын занимался вот таким вещами. Расписку на стола, продажа души дьявола. А вы считаете, что она об этом маме сказала? С мамой посоветовала. Женщина искренне не понимает, как ее сын мог стать членом секты. Ну, вы как мать... Воспитательный процесс как-то не был поставлен. Почему? Воспитательный процесс был поставлен на должном уровне. Если у вас есть дети, я надеюсь, что когда они в подростковом возрасте, они вас тоже не слушают. Во время беседы с оперативниками Ольга Николаевна призналась. Она видела, что с сыном творится что-то неладное, но ничего не могла поделать. Секе не смогла. Он говорит, а, это влечение пройдет. Потом стало увеличиваться между нами вот его недопонимание, его, как сказать, отчуждение. Контракт с дьяволом, подписанный кровью. Это было обязательное условие для каждого, кто вступал в секту. Руководители организации активно набирали последователей. Этого ученика духовной семинарии лидер сатанистов дербовал лично. И они этим фактом очень гордились. Все говорили о том всегда, что вот нам даже удалось, как бы, христианского священнослужителя вовлечь в свои ряды. Это уникальные кадры. Обряд инициации. На одной из конспиративных квартир сатанисты принимают в свою организацию новенькую, 15-летнюю девушку. Сегодня мы даем тебе имя. Единственное, то имя, которое ты получишь перед великом ад. Ты готова. А это дополнительный обряд инициации. Его лидер секты проводил лично. В ритуал входило сношение с половым, половое сношение с женщинами. Такие ритуалы могли быть. Для тех, кто вступал в орден дьявола, обратной дороги не было. Лидером этой секты был полный архив данных на всех членов секты. То есть это анкетные данные, адреса, телефоны, данные родителей. Эти кадры сняты скрытой камерой. Лидер тайного ордена разговаривает с одним из приближенных. Если бы кто-нибудь решил, допустим, всех заложить, там, ждать... Я вообще могу убить, кого хочешь так, что никто не поймет, за чего он умеет. Свидетели рассказывают, основателю секты никто не смел перечить. Выполнялся любой его приказ. Как будто он действительно обладал какой-то страшной, демонической силой. Так ли это было на самом деле? Ясно одно. У этого человека было непреодолимое желание властвовать над людьми. За создание сатанинской организации Александр Казаков получил два года колонии-поселения. Домохозяйка Екатерина Амосова убеждена. У каждого человека должен быть персональный экзорцист. Это доступно и это того стоит. Стоимость сеанса Ольги Юрьевны по изгнанию сущностей была 5200 рублей. Катя рассказывает, несчастья от нее отступили сразу, как только она обратилась к экстрасенсу. После обращения к Ольге Юрьевне у меня восстановилась семья. Теперь у нас есть маленький ребеночек, и мы все очень счастливы. Катя продолжает посещать сеансы очищения от злых духов. Не взыди, сатана. Замолчи, уйди. Последний еще. 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 Еще чуть-чуть. Пошло. Экстрасенс надеется, что во время приступа кашля нечисть покинет тело девушки. Пошел, пошел. Катя, 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 Катя. Пошло, пошло. Пошло, Катя. Давай, давай, давай. Это видео мы показали психиатру. Врач Николай Коклюбин с выводами медлить не стал. Катя уже знает, как себя вести, что делать. Она явно здесь уже не первый раз. Сейчас она входит в трансовое состояние. Это пародия. Никакого экзорцизма здесь, конечно, нет. Врач убежден. Девушка подыгрывает экстрасенсу. Но, скорее всего, делают это неосознанно. Это просто манипуляция. Вот состояние через определенные техники. Она будет снова хотеть это ощутить. И она будет ее искать, будет приходить, просить, снова это ощущать. И так и будет цикл замкнутый. Я расстроена. Все тайны. В маленьком поселке Сергеевка, это в Приморье Дальний Восток, при загадочных обстоятельствах погиб 4-летний ребенок. У него внезапно остановилось сердце. Именно ритуал по изгнанию нечисти и стал для малыша смертельным. Обряд изгнания духов проводила местная гадалка. Она убедила своих клиентов, что их сын одержим дьяволом. После часового обряда мальчик скончался. Как выяснило следствие, гадалка так увлеклась процессом, что случайно задушила ребенка. Похожий случай произошел в Воронеже. Это фотография Александры Кашембетовой. Она погибла во время обряда экзорцизма, который проводили ее родители. Сначала девушку заставили выпить 5 литров святой воды, а потом топтали ногами до тех пор, пока она не умерла. Это кадры из фильма ужасов «Шесть демонов Эмили Роуз» американского режиссера Скотта Деррексона. Картину повествует о девушке, в которой селился сам дьявол. Казалось бы, обычная голливудская страшилка, но страшной сцены экзорцизма не вымысел режиссера. Фильм основан на реальных событиях. Это фотография 18-летней немки Аннелизы Михель. С 13 лет она страдала нервными заболеваниями. В 1976 году она умерла. Основной причиной смерти до сих пор считается сеанс экзорцизма. Эти фотографии были сделаны за несколько месяцев до ее смерти. Девушка уверяла, она одержима шестью демонами. Люцифером, Каином, Иудаискариотом, Нероном, Валентином, Флейшманом и Адольфом Гитлером. Родители, будучи истовыми католиками, много раз пытались убедить священников провести обряд экзорцизма, но всякий раз получали отказ. Для того, чтобы совершить обряд экзорцизма, необходимо иметь разрешение епископа. И кроме этого, совершению обряда предшествует соответствующее исследование, в том числе и работа с психиатрами. Однако родители все же добились разрешения на проведение обряда. Эта аудиозапись была сделана одним из священников, который проводил сеанс экзорцизма. Голос несчастной девушки звучит как зов из самой преисподней. Священник Кирилл Корбунов – сотрудник Московской католической архиепархии. Он говорит, случай Анны Лизы крайне редкий. Если говорить о подлинном, настоящем, настоящих случаях одержимости, таких случаев может быть один на несколько тысяч обращений. Девушки не могли помочь ни психиатры, ни святые отцы. За 14 месяцев с ней было проведено 70 сеансов экзорцизма. Анна Лиза похудела на 31 килограмм. 30 июня 1976 года, ложась спать, она сказала, «Мама, останься, я боюсь». Это были ее последние слова. Утром врачи констатировали ее смерть. Теоретически, я думаю, это может быть, но по той же самой причине, по какой и смерть человека во время врачебной операции. Вскрытие показало, причиной смерти послужили обезвоживание и недоедание. Николай Долгорукий занимается экзорцизмом 22 года. Он рассказывает, необычные способности у него появились еще в детстве. «Сколько я себя помню, я летаю, я вылетаю, я оставляю тело и вылетал сюда в параллельные миры, и там определенные силы гонялись за мной, я опять плюхался в тело». Николай убежден, люди постоянно находятся под прицелом злых духов. В зоне риска прежде всего те, кто пропускает через себя дурные мысли. «Через вот эту такую брешь может запрыгнуть еще существо агрессивное с параллельного мира». Этот пациент ходит к Николаю раз в неделю. Целитель обещал избавить его от духа пьянства. «По мнению целителя, случай тяжелый, но он знает секрет борьбы с такими духами». «Выйди из всего века и встретись одинаково!» «А-а-а-а!» Закончив очередной сеанс, целитель поясняет, ему помогает солнечная энергия. «Энергия солнца – это вот становишься вот так вот там, милое солнышко, я тебя люблю. Идет поток энергии». Экзорцист говорит, он питается солнечной энергией, и обычная пища ему практически не нужна. «Лучше уж голодным быть, чем кушать что попало. То есть я понял, что я уже к грубой пище не вернусь». Целитель сожалеет о том, что таких уникальных людей, как он, единицы. «В каждом миллиметре пространства неисчерпаемый источник энергии. Мы просто земляне еще не научились его брать». Этот человек именует себя Старцем Трифоном. Камера мобильного телефона запечатлела его во время изгнания духов. «Рух нечистый! Именем Иисуса! Ижиди! Ижиди! Ижиди!» Молодого человека привели родители и пожаловались на то, что их сын с утра до вечера проводит за компьютером. Старец в помощи не отказал. Он уверен, их отпрыска одолел компьютерный бес. На профессора Московской Духовной Академии Алексея Осипова эта видеозапись произвела сильное впечатление. Он говорит, дедушку никто не благословлял на такой странный обряд. «Это не мысливо просто. Поливает его из бутылочки, прыгает впереди. Меня он не тронет, у меня крест на шее. Ай-яй-яй. Да бес боится не креста на шее, он даже не знает этого, а креста в душе человеческой». Получить благословение на изгнание бесов крайне сложно. Официальных данных не существует. Но считается, что в России на проведение подобных обрядов имеет разрешение всего несколько человек. Я расстрою все тайны. Думаю, все помнят доброго Джина, старика Хатабыча. Волшебный дух всегда готовый прийти на помощь и исполнить любое желание своего господина. Чуть ли не единственная сказка про Джина, где дух пришел с благими намерениями. На Кавказе по сей день уверены. Джины живут не в древних сосудах, а в людских душах. И добра от них ждать не приходится. Этот обряд называется громкий зикр. Исламская духовная практика. Суть ритуала – многократное повторение молитвы. Некоторые мусульмане верят. Этот обряд прогоняет злых духов – джинов. Джин – это скрытые существа. Разумные существа, которые были сотворены до человеческой цивилизации. Исламские богословы уверены – джинны – существа абсолютно реальные. Они живут в безлюдных местах, в развалинах, в накладбищах, в пустыне. Невидимые духи, так же, как и люди рождаются и умирают, бывают злыми и добрыми, мусульманами и неверующими. Многие ученые считают, что это энергия, разумность густерской энергии. Это уникальное место – Исламский медицинский центр в Грозном. Здесь, на официальном уровне, ведут борьбу с джиннами. К нам ежедневно сюда приезжают из Таврополя, СНГ, Казахстан. Из-за границы приезжают, из Австрии, из Франции. Постоянно сообщения просят, можем приедем, можем обследоваться. Здесь верят – все болезни и несчастья от бесов. После двух военных кампаний эти джинны очень много развелось. Именно на территории Чеченской республики, так как было все разрушено, они поселяются там, где разруха, бег, антисанитария, вот в такие темные места. Мэр Бек Юсупов – главный специалист под джином. Вчера к нему привезли девушку, которая неоднократно пыталась покончить с собой. Когда мы прочитали ей Коран и напоили ее начитанной, заряженной Кораном водой, ее вырвало, и она выбросила буквально изо рта вот эту вот бумажку. Этот джинн заставил ее написать это и проглотил это. Целитель показывает рисунок, на котором изображен сам джинн. Здесь написано, названо имя женщины, которой была больная, Элина, я убью тебя и твою дочь. Юсупов предупреждает, неподготовленному человеку с духами контактировать опасно. Человек, который вот так вот попробует, он сам заболеет. Сам джинн может в него селиться. В центре исламской медицины нет ни таблеток, ни даже врачей. Главное лекарство – Коран. Мэр Бек Юсупов демонстрирует нехитрые препараты для работы с содержимыми. Это шафран – одна из самых дорогих пряностей. Помогает поддерживать иммунитет. Цумин – это тоже пророк Мухаммад Алисарат Васрам сказал, что есть в нем лечение от всех болезней, кроме смерти. В арсенале исламского экзорциста – оливковое масло и заговоренная вода. Все это бесы на дух не переносят. А с помощью этой палочки целитель находит место положения демона. Бывший школьный учитель рассказывает – экзорцистом стал не по своей воле. Все произошло случайно. Мы с моим другом, с богословом возвращались из совещания, и он мне говорит, что у него больная сестра, и по пути, если не торопимся, хотел бы заехать, проведать ее. Во время визита гостей женщине стало плохо. У нее начался припадок. Вот так ведет себя человек, одержимый джином. Сначала Майербек растерялся, а потом вспомнил, что в подобных случаях рекомендует поговорить с духом, овладевшим телом человека. На связь вышел непосредственно сам джин. Я в основном прочитал ему проповедь, объяснил, что он все из злого. Он заплакал меня, послушался. Ты сейчас поставил меня на верный путь, я понял свою ошибку. Женщина в тот же вечер выздоровела. К Юсупову начали регулярно обращаться за помощью. А когда Рамзан Кадыров открыл центр мусульманской медицины, Майербек стал заниматься экзорцизмом профессионально. Мусульманка Айжан Каримова в Грозный приехала из Астрахани. Уже на протяжении трех лет ее мучают джинны. Там, пути святую воду, или что-нибудь там, Коран слушали, или что-нибудь, у меня начинает все кипеть, я не могу, я кричу, плачу. Это ее группа поддержки. Мама, тетя и двоюродная сестра. Последняя тоже одержима бесом. Она ждет своей очереди. А пока с ужасом наблюдает за сестрой. Это уникальные кадры. Журналистам впервые разрешили присутствовать во время процедуры изгнания джинов. И мам вызывает духа на связь. Тебе нужно покинуть тело, это запретное для тебя. Но ты сейчас готов выйти и брать? После небольшой паузы голосом девушки отвечает сам джинн. Я хочу, но не могу. Айжан уже была в этом центре полгода назад, но лечение не помогло. Джинн по имени Ибрай крепко сидит в теле девушки. Ибрай, где ты сейчас? Я помню руки. Ну-ка, шевели. Ибрай! Из разговора с девушкой Юсупов узнал, джину всего 10 лет. С одной стороны, это облегчает задачу. Молодые демоны не такие агрессивные и легче идут на контакт. Перемещайся вот по ноге, по крови, вон, к мизинцу правой ноги. Хорошо? Ибрай, вот сюда переселись. Через ногу мы тебя выпустим, иншала. Однако считается, что молодые джины плохо ориентируются внутри человеческого тела. И им сложнее найти выход. Экзорцист начинает угрожать духу. Если ты не можешь, придется тебя наказать тогда. Коран тебя сожгет. Не могу. А? Не могу. В борьбе с бесами целители используют современные технологии, в том числе компьютер. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Методика Юсупова действует безотказно. Можно сказать, что 70% случаев, когда врач ставит диагноз, вот такой вот диагноз, психическое отклонение или депрессия, или шизофрения, 70% этих случаев нам удается этого человека вылечить. Айжан Каримова. Еще одно тому доказательство. Когда все закончится, девушка будет с неловкостью рассказывать о том, что чувствовала. Она боится, что ее примут за сумасшедшую. Он за меня говорил, а я не могла что-то говорить. Я не могла маму слушать, не могла нормально общаться с другими, все время на них кричала, срывалась на них. Процедура продолжается. Экзорцист решает попробовать еще одно средство. Сейчас я дам воду, ты ее выпьешь и будешь рыгать. Хорошо? Целитель наливает специальную заговоренную воду. Ибрайан, сядь. Сядь. Скажи бисьмилла. Бисьмилла. Пей. На, возьми, пей. Всю пей. Всю выпей. Имам объясняет. Одни джины могут выйти вместе с водой, другим необходимо кровопускание. На эти кадры слабонервным лучше не смотреть. Джин имеет способность перемещаться по крови в теле человека. Бывает так, что мы с кровоспусканием ежином вытаскиваем. Это хиджама. Традиционное для исламского мира кровопускание. Хиджамы мусульмане лечат едва ли не все заболевания. От зубной боли до бронхита и амнезии. С помощью скальпеля или лезвия бритвы на коже делаются маленькие надрезы. Сверху ставится банка и выкачивается воздух. Давление, образовавшееся в сосуде, вытягивает кровь, которая потом удаляется салфеткой. Однако семья Айжан на эту процедуру согласия не давала. Поэтому Майербек все еще пытается выудить Джина Кораном и уговорами. Сперва ты переселишься в мечеть, которая у нас здесь есть, красивая, большая мечеть. А потом оттуда уже в Мекке унищала. Место, в которое целитель предлагает переселиться духу, мечеть сердца Чечни имени Ахмада Кадырова. Крупнейшая мечеть в России и Европе. Общая площадь исламского комплекса. 16 гектаров. Внутренние и внешние стены отделаны редчайшими видами мрамора. Особое внимание заслуживают люстры мечети. Их 36 штук. На их создание ушло несколько тонн бронзы, 2,5 килограмма золота выше пробы и более 1 миллиона деталей. Но джин по-прежнему внутри девушки. Остается последнее средство. Выходишь? Я не могу. Как ты не можешь? Ну тогда я тебе дам такое лекарство, когда и пальцы в рот не надо будет. Это страшное лекарство, ты не выдержишь его и можешь умереть. Позже целитель прокомментирует. Именно в этот момент дух начал покидать тело девушки. Чтобы усилить эффект молитвы, целитель использует специально заговоренное масло черного тмина. Мне тогда что-то в нос капнули, и тогда очень сильно начало гореть все тело. И тогда он ушел, наверное. Я так думаю, что он ушел. Похоже, джин действительно покинул тело. С Эльфией, которая все это время сидела в полуметре от сестры, процесс пошел быстрее. ВЫСТРЕЛЫ 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 Мэйрбех Юсупов сожалеет. Многие к его работе относятся со страхом и даже недоверием. У меня лично иногда возникает мысль, сколько людей мы могли бы вылечить, которые сегодня находятся в клиниках, там, в других специализированных лечебных заведениях. Мне кажется, что мы могли бы им оказать помощь. В исламском мире по поводу джинов ведутся споры. Имам московской мемориальной мечети Шамиль Аляуддинов уверен, любое проявление одержимости всего лишь психическая болезнь. Здесь ничего удивительного абсолютно нет. Просто человек уже конкретно, разрушая свою психику, из него начинает лезть все, что в нем есть. С ним готов поспорить его коллега и однофамилец Ренат Аляуддинов, младший имам той же мечети. Если человек не будет лечиться от одержимости, в лучшем случае это заканчивается шизофренией. Мула убежден, джинов ни в коем случае нельзя игнорировать. Они умеют внушать. Они прямо внушают в мозг. Или внушают, убей себя, убей себя. В конце концов, человек не удерживает. О джинах богослов знает многое. К нему за помощью тоже приходят люди. Человек ложится и начинается чтение молитвы. Наше дело молиться Богу, а Господь Бог решает, вылечить или нет. Какие ловушки расставляет нечисть? Мне казалось, что я включу воду, и меня убьет током. Смогут ли ученые опровергнуть существование нечистой силы? Он может и говорить детскими или женскими мужчинами голосами. Как боевики воюют с джиннами? Какую тайну унес в могилу одержимый ваххабит? Я раскрою все тайны. Их называют одержимыми. Но кто или что властвует их телами? Весно сидит в каждом человеке. Экзорцизм, пережиток средневековья. Или демоны действительно существуют? У врачей свое мнение на этот счет. Духов кто-то из них может быть и верит. Но каждому демону в человеческой душе доктора готовы поставить диагноз. Узнаем, что же такое одержимость с точки зрения психиатров. Врачи уверены, все эти загадочные явления имеют простое и банальное объяснение. Так называемая бесноватость. Симптом психического расстройства. Больному попросту кажется, что в нем бесы. Во время психоза человек может и вести себя совершенно неадекватно, и он может и говорить детскими или женскими мужчиноголосами, и наоборот. Психиатры утверждают, они могут справиться с такими психическими заболеваниями. Сейчас на самом деле появились новые современные психотропные препараты, достаточно высокоэффективные. Надо принимать лекарства, да? И тогда состояние постепенно стабилизируется. Тяжелые психические расстройства, такие как шизофрения, не поддаются лечению. Больного можно лишь поддерживать в адекватном состоянии. Я боялась зайти в ванну, потому что мне казалось, что я включу воду, и меня убьет током. Это москвичка Ирина Карпенко. Более трех месяцев она жила в постоянном страхе. Слышались звуки из коридора, что кто-то действительно стучит в дверь. Но там никого не было. Я была вынуждена переселиться в зал для того, чтобы оградить себя от этих звуков. Но они все равно меня преследовали. На улице страх усиливался. Ирине казалось, что за ней постоянно кто-то наблюдает. Кто-то стоит рядом. Александр Рунов – психотерапевт с огромным стажем. Его клиенты – политики и знаменитости. В процессе работы с пациенткой он предположил причину резкого ухудшения психического состояния. Болезненный развод с мужем. Раздел имущества. Он оставил семью полностью и пропал. То есть психологическое состояние в взаимоотношениях и довело ее до этого состояния. Рунов говорит, Ирина попала к нему вовремя. За три месяца, как она находилась в этом состоянии, она не довела свою психику еще до патологии. Психические расстройства могут иметь необратимый характер. К счастью, звуки и голоса, которые преследовали Ирину, оказались не кознями темных сил, а реальной душевной болезнью, поддающейся лечению. Это редкая запись. Маджахеды снимают на камеру мобильного телефона соратника, у которого случился эпилептический припадок. 2008 год. События разворачиваются недалеко от дагестанского селения Губден. Скрываясь от правоохранительных органов, боевики засели в глухом лесу. Здесь они и разбили временный лагерь. Джинам маджахеды называют злого духа, который, по их мнению, мучает товарища. Они уверены, эпилептик говорит не своим голосом. Это голос джина. Человек, который изгоняет беса, Магомед Али Багабов, духовный лидер боевиков Кавказа. Это тот самый человек, который в 2010 году организовал двойной теракт в московском метрополитене. Среди террористов-смертниц была его жена, Мариам Шарипова. Она взорвала себя на станции метро Лубянка. Тогда в общей сложности погибло 40 человек. Боевики не сомневаются. Аллах на стороне Багабова. И сейчас он в два счета вылечит бесноватого. Но, похоже, Джин не признает таких авторитетов. Время идет. Боевикам нельзя сидеть на одном месте. Вот-вот подойдут федеральные войска. Но Джин все никак не хочет покориться. Находишь? Находишь ты? В какой-то момент кажется, что Джин покинул тело. Но это обманчивое впечатление. Злой дух лишь издевается над целителем. У маджахедов сдают нервы. Они начинают колотить бесноватого. Больно же. В обычной ситуации такая неуважительная фраза в адрес духовного лидера стоила бы больному жизни. Но с духом что поделаешь? Дальше больше. Устами рядового боевика Джин начинает поучать террориста Багабова. Неизвестно, в аду или в раю сейчас Багабов. Август 2010 года. Сотрудники ФСБ блокировали в одном из селений банду боевиков. После непродолжительного боя пятеро боевиков были уничтожены. Среди кучи мусора нашли и тело террориста Магомед Али Багабова. Одного из лидеров ваххабитского подполья. Организатора взрывов в московском метро. Некоторые уверены, Магомед Али действительно столкнулся с духом. И этот дух предсказал ему смерть. Возможно, это просто совпадение. Но не слишком ли часто предсказания психически больных людей сбываются? Мистики называют это одержимостью. Медики шизофрении. Вопрос в формулировке и только. Вместо ответа я задам новый вопрос. Почему врачи чаще всего добиваются лишь ремиссии, временного исчезновения симптомов? А святые отцы помогают насовсем распрощаться с душевным недугом. Правда, сразу оговорюсь. При условии веры и постоянного очищения души. Яна Чабман и через неделю мы расследуем природу новых чудес на телеканале РЕН-ТВ.